Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала, моего блога. И я сейчас хочу рассказать о том, что всё-таки я записался ещё раз на телевидении по вопросу именно вот этого молока-молочным продуктом. Помните, наверное, я выпустил вот ещё в мае, в конце 29-го, у меня в блоге такой ролик, обращение, которое называется «Молоко наизнанку» или «Как работает телевидение, театр абсурда и профанация, и почему больше я не буду выступать на телевидении», где я показывал, как мне предложили, уже в составе заранее сценарий, телевизионщики участвовать в телешоу и опять выставить меня, что называется, идиотом, не показав, по сути, не объяснив мою логичную, стройную позицию и вот эти вот законы природы в плане молока, которые я хотел бы донести, после которых только, ну, неадекватный человек мог бы ещё что-то начинать возражать, возражать, так сказать, и этому фактом. То есть, вместо того, они, так сказать, хорошо, что я получил от них вот эту аннотацию, то есть, как будет проходить по сценарию, значит, то, что говорить и так далее. За меня же составили уже, что я буду говорить. Ну и, разумеется, я здесь подробно, кто не смотрел, обязательно посмотрите вот этот вот ролик, значит, потому что вы тогда увидите просто, собственно, вот этот абсурд. После этого, вот я даже на YouTube переключусь, сейчас вот покажу вам вот этот самый мой ролик, где я показываю текст того, что прислали телевизионщики, комментирую это. Мне большое количество пришло разных, как лично на почту, так вот в чат, писем с поддержкой, с тем, что действительно, что... Как... Благодарим за то, что там показали изнанку телевидение. Кто-то говорит, да я и знал это, поэтому и не смотрю телевидение, зомбо-ящик и прочее, и прочее. Вот. И, собственно говоря, вплоть до того, как, вот, так сказать, люди действительно пишут, вот, ну, поэтому и не смотрю. Так, хорошо. И тем не менее, мне было важно это сделать. Вот. А вот сейчас, что я хочу сказать, к чему я это говорю? Всё. Во-первых, просмотрите этот ролик. Значит, соответственно, у меня в блоге можно вот посмотреть этот ролик. Молоко наизнанку. На главной странице вы это увидите спокойно, да? Я вот сейчас даже вам покажу, где это находится. Посмотрите, вот на главной странице. У меня сейчас здесь 7 рядов роликов по 7, то есть 49. В данный момент времени, когда я снимаю этот нынешний ролик, вот он находится. Вот он, посмотрите. Вот я нажимаю мышкой, и появляется вот молоко наизнанку. Нажимаем, вот он. Значит, но что произошло за последнее время? Мне звонит один редактор или замредактора, я не знаю, должности точно, неважно. Человек, который мне показался по голосу, по крайней мере, человеком порядочным, и я, по крайней мере, стал с ним говорить. Он сказал, Юрий Андреевич, мы хотели бы записать передачу о молоке. Мы готовы показать то, что вы говорите, то, что есть на самом деле. И я сначала хоть и сказал, что нет, я все больше не буду никогда это делать, но я так и сказал, и объяснил почему. На что он мне сказал, вы знаете, мы действительно вот прям готовы вам пообещать, там на 100%, вот мы это покажем, мы решили. Я говорю, ну, тогда и рассказал подробно о чем, чтобы мы друг друга поняли, зря они не ездили и зря мое время не отнимать. Это совпало. Он мне еще раз подтвердил, что да, и насчет казеина его влияния, антигенов, и то про окисленный холестерин, и про, так сказать, галактозу и так далее, и так далее. Хорошо, я говорю, ну, давайте. В общем, мы согласовали время, они приехали и действительно сняли. А теперь давайте смотреть. Вот смотрите. Вот они сняли этот самый ролик, который сейчас уже у меня выложен в Ютубе, только на мою камеру я записывал, на их черном профессиональном фоне, с профессиональной подсветкой, а они на свою камеру, на камеры. И передача должна выйти вскоре. Значит, передача эта называется программа «Научный детектив», которая выйдет на этой неделе. Ну, кто уже посмотрит данный ролик на канале в Ютубе, либо у меня в блоге, гораздо позже, поймет, что это прошло, соответственно. Передача должна состояться в воскресенье 16 августа 2015 года в 10 часов 45 минут утра на телеканале «Звезда». Ну, понятно, контактные данные я, вот, Антона, кто приезжал ко мне и брал интервью, я не показываю. Это ясное дело понятно. Так вот, давайте сейчас, дорогие друзья, вы, во-первых, можете посмотреть до того, кто вот посмотрит, до, напишите, так сказать, потом, пожалуйста, разницу. Посмотрим вместе, как бы поверим последний раз. Да, действительно, по крайней мере, человек. Мне показался порядочным он, и сам потом даже остался на какое-то время. Говорит, можно сфотографировать. Вот портрет у меня лежит, здесь висит на стене, кистью одного хорошего очень художника. Значит, Достоевского, он говорит, я прям вот в школе не понял, а потом уже вот, ну, молодой такой человек. Он говорит, потом, конечно, стал читать, и я просто, так сказать, вот взахлёбаю, очень ценю его творчество, вот способность вот эту душу человеческую изложить. Так, ну, то есть, вот видно, человек хороший, и действительно, по крайней мере, такой живой, нормальный человек. Ну, вот он, я, конечно, разрешил, и вот мы с ним так разговаривались. Вот я надеюсь, что и он меня не подведёт, и, главное, те, кто за, станет ним, потому что он не один принимает решение. Ну, и тем не менее, для чего я это делаю? Вот мы ещё раз, я, и, может быть, вместе с вами, наперёд, я не знаю, какая выйдет ещё передача, потому как сегодня только я записываю, сегодня у нас 10 августа, понедельник, соответственно, вот ещё осталось до выхода передачи 6 дней, и мы с вами увидим, что будет. Что же из этого, что я говорил, попадёт в фильм, в передачу, что не попадёт? Конечно, он сразу передал, всё не попадёт, потому что там, понятно, передача всего, там, не знаю, там 20 или сколько там, 40 минут, а мы записывали 20, хотя я старался очень быстро говорить, но понятно при этом. Я, к сожалению, не указал, вернее, неправильно, фильм в данный, у меня карточка закончилась, время на ней, ограниченное 20 и чем-то минутами. Так вот, к сожалению, не записалось. Очень важный момент, касаемый общей вообще логики. Всё по биологии записалось, но по тому, что я говорил, значит, им, у них на камерах это есть, у меня здесь это в ролике не отражено, что молоко создано вообще природой, дано каждому млекопитающему животному только с одной целью, до определённой стадии свою биологическую программу сделать, в плане донесения не только питательных веществ, всех компонентов энергетической составляющей, информационной, маленький ребёнок там, телёнок, неважно, так природой заложено, переходит только на видовой тип питания, чем и будет питаться животное всю жизнь, и эта программа неукоснительная, в этом глубокая природная логика. Вот это, даже не нужно знаний никаких биологических, чтобы это понять, просто видеть живую книгу, живой природы, смотреть, как в мире всё устроено, в природе самой. И не надо ничего думать, умничать, оправдывать молоко или не оправдывать. Этого уже достаточно, чтобы разумному человеку всё понять. Ну, вот это вот не вошло. Ну, вы это знаете, видели в моих других роликах, кстати, дорогие друзья, кто вот там не видел, не смотрел, я вам просто скажу, да, вот, а в обязательном порядке, вот у меня главная страница блога, вот блог, видите, мышкой наводите, блог, мои статьи по биологии человека. Нажимаем, нажимаем. Во-первых, тут очень важная статья этического характера. Но это ладно. Здесь очень важные три статьи о молоке-молочных продуктах, которые я просто вам настоятельно рекомендую. И чтобы меня не спрашивать там что-то, не задавать вопросы никакие перед тем, как вы не прочтёте эти три статьи, потому что я не имею возможности отвечать там по сто раз на дно и то же. А здесь, но только подчёркиваю, не так, как иногда люди начнут с третьей статьи. Вот видите, вторая статья, а вот тут ниже третья статья, вот третья часть. И у них будут вопросы, потому что я что-то осветил в первой, во второй, и пишут мне. Но, дорогие друзья, поймите, ну, если бы знали отчасти мою жизнь, ту информативность, с которой я работаю, с какими вопросами я занимаюсь, вы бы, конечно, не стали бы, так сказать, так меня загружать, а всё-таки бы изучили вначале. Поэтому я очень вас прошу, да, а кто напишет такие вопросы, дорогие друзья, другие мои зрители, слушатели, напишите, подскажите человеку, где что посмотреть. И вот я рекомендую только вот эти три статьи после прочтения дополнительного. Вот вообще все вопросы по молоку должны отпасть. Должны. Тут есть и другие интересные, так сказать, статьи и прочее, но это всё ладно. Главное не это. Главное то, что наконец-то, я надеюсь, по крайней мере, на то, что телевидение всё-таки покажет то, что мне обещало, и это будет уже очень большой прорыв, если это произойдёт. Ну, давайте с вами вместе теперь посмотрим ещё раз то, что вошло в этот фильм, то, что должно было войти, то, что я дал, какую я дал информацию, как я её дал телевизионщикам, и посмотрим с вами уже совсем скоро, значит, вот в программе «Научный детектив», которая выйдет буквально вот 16.08.15 года на телеканале «Звезда», и посмотрим, насколько честными оказались обещания, которые мне были даны компанией телевизионной вот этой вот. Мне очень много приходит различных предложений, мне сейчас ещё по программе, буквально на днях должна быть записана, но я по скайпу, я не мог встретиться вживую, по скайпу только дам интервью такое, по поводу того, что является ли уже человек, личностью, ребёнок, который только зачат, то есть такая программа этического морального содержания об абортах, об этих страшнейших преступлениях, где я, конечно же, своё и мнение, и не своё мнение, а как есть на самом деле, всё расскажу объективно, так же. Вот, поэтому, конечно, если сейчас будет честная такая вестись работа, порядочная, то я, конечно, продолжу, я раньше очень много давал разных интервью на телевидении, но, к сожалению, на 99% почти всегда это был обман. Из огромного, важной, большой информации, да, оставляли мелочь незначительную, та, которая просто даже выставляла меня, ну, идиотом, не идиотом, но, знаете, как бы, тысячу контраргументов нормальный человек, послушав бы эту минуту, отрывочка какого-то, мне бы привёл, задал бы, посчитал меня некомпетентным человеком. Вот так телевидение умеет выставлять, так сказать, люди не все, будем надеяться, есть порядочные, и люди, и, возможно, вот на каналах отдельные передачи, отдельные редакторы, будем надеяться на это. Давайте посмотрим, по крайней мере, что получится. Может быть, я так наимен, или просто вот так не потерял веру в людей, что надеюсь, что всё-таки найдутся всегда те, в том числе на телевидении, которые объективно, честно, порядочно, открыто выполнят свои обязательства, обещания, а это и есть обязательства. Вот, собственно говоря, и всё. Так что, дорогие друзья, приятного вам просмотра, и, пожалуйста, оставляйте свои комментарии и сейчас, до того, как вышла передача, чтобы те, кто после посмотрит, люди могли видеть, да, действительно, это было до записано, комментарии, а потом вы же, уважаемые друзья, кто напишет комментарии до выхода этой передачи 16-го числа, напишите и после 16-го какое ваше мнение о том, ну, собственно говоря, как изложили, передали эту информацию, ну, в том числе вообще о передаче, и в частности о моём выступлении, и о порядочности вообще людей на телевидении. Ну, что ж, всего вам самого лучшего, судите, как говорится, ну, достаточно, по крайней мере, интересно всё это будет точно. Всего вам самого лучшего, приятного просмотра. Ирин Рэйч, вот первый такой вопрос, вообще естественно и полезно ли человеку пить молоко? Молоко пить полезно маленькому человеку, то есть ребёночку, который пьёт молоко своей матери, это естественно, природно, потому что первое молоко, молозиво, вот это колостром, это вообще запускает иммунитет, там вообще низкомолекулярные белки, иммуноглобулин, альбумин, они казиновые, тяжёлые. Это запуск иммунитета, запуск всей будущей физиологии, перестройка обменных процессов, да, гормональных и так далее. Это очень важно, это энергия, это информация и строительный материал. Но когда маленький ребёночек уже перестаёт пить молоко, естественным путём для него молоко, даже матери его становится уже неестественно, а тем более молоко других видов животных для человека вовсе неестественны. А вообще, скажем так, если от этого нет пользы, но можно ли этим навредить? Или скажем так, конечно, этим можно навредить, да ещё как. Огромное количество болезней у человечества современного именно появилось тогда, когда человек ввёл и стал вводить, особенно в больших количествах, молоко. Так, например, в Японии до 60-х годов, там молоко вообще не потребляли. Но как японцы стали переезжать в Америку и так далее, стали вести образ жизни и питание, тот, так сказать, европейский. Именно потребляя молоко, у них стали появляться те же проблемы, которых раньше практически не было, начиная от толстого пороза до сахарного диабета первого типа. А вот вы упомянули казино. Вообще, в чём проблема этого тяжёлого белка? В чём заключается его суть? И как он влияет на организм ребёнка и взрослого человека? Если мы говорим о молоке коровы, скажем, и организме человека, или ребёнка, маленького или взрослого человека, то влияет очень серьёзно, пагубно. Почему? Ну, во-первых, это действительно высокомолекулярный, тяжёлый белок, долгоиграющий, очень сложно, тяжело, долго разлагающийся в организме перерабатывающий. То есть для него недостаточно только фермента пепсина желудка и желудочного сока кислой среды. Для него ещё нужен специальный фермент ренин, который у телят, козлят маленьких, когда они начинают пить мамино молоко, только рождаются, начинают пить, у них в желудках вырабатывается этот фермент ренин, синтезируется. И он как ключ к замку подходит к молоку именно своей матери. У козлёнка свой ренин, специфически у телёнка свой, даже так. Они разбирают этот фермент, дополнительное участие в обменных процессах, разбирают белки козеина. До аминокислот, которые потом всасываются и в каждой клеточке организма телёнка козлёнка, строятся белки, нужные ему в данный момент времени. Эта природа уже знает, какие, как, нужные, когда. Что же получает человек, когда он пьёт молоко, и, например, коровы, козы, выпивая, в том числе в молоке есть козин всегда. Так вот, возникает несколько проблем. Во-первых, последовательность аминокислотных звеньев в этой сложной белковой молекуле белка козина примерно одинаковая. Так уж природа или боги, кто как хочет, дай думать, шутку над нами сыграли, такую злую. Почти одинаковая последовательность этих аминокислотных звеньев, как и в наших островках Лангерганса, это участки поджелудочной железы, которые вырабатывают, синтезируют гормон инсулин, который проводит в клетку глюкозу, чтобы она усвоилась и участвовала в энергетических обменах. Так вот, проблема в чём? В том, что иногда организм наш воспринимает эти самые наши же родные им клетки островки Лангерганса как чужеродный белок-антиген, а напомню, кто не знает, что любой животный белок, любой вообще высокомолекулярный белок для организма человека является антигеном, то есть аллергеном. Это значит, что если он, не разобравшись, пройдёт через желудок, двенадцатиперстную кишку и всосётся вот в тонком кишечнике недорасщеплённым до аминокислот, неразобранным, а так всегда происходит определённый процент белков любых высокомолекулярных животных белков из животной пищи, в частности козина, тем более, проходит неразобранным и в кровь всасывается цельным. И вот тогда возникает реакция антигена-антитела, когда наши иммунные клетки, мобилизуясь, иммунная система, печатают фагоциты, макрофаги, лимфоциты и другие, которые поглощают, поедают эти высокомолекулярные белки, причём неважно, вирус бактерий, грибок этот или белок, например, молока козина, реакция будет одна и та же. Уничтожить чужеродный агент, попавший к нам в организм. Они уничтожают, два белка гниёт, что образуется, трупный яд. Кадаверин, патресцин, кстати, кадавер по латыни труп, трупный яд образуется в организме. Но это первая проблема. А вторая, специфическая, что иногда иммунная система, почему сахарный диабет первого типа называется автоиммунным заболеванием, а потому что вот именно этот механизм и похожесть вот этих аминокислотных звеньев в белковой молекулке белка козина, коровы или козы, и островков Лангерганса у человека, детёныша, взрослого, неважно. Одинаковые практически. Иммунная система порой не распознаёт, и начинается цепная реакция, уничтожение своих же клеток, похожих на те, что наш организм уничтожал день назад, месяц назад, год назад. У кого как, это включается, это уже другой вопрос. И тогда происходит разрушение, разрушение и своих же родных клеток. Такой тип заболевания называется автоиммунный, когда организм уничтожает свои родные клетки. К этому типу группе заболеваний относится сахарный диабет первого типа, который возникает в основном именно из-за потребления молока и молочных продуктов, потому что вниз в них содержится высокое содержание козина. Особенно, чем больше этого содержания, например, творог, концентрированный козин, сыр, ещё более концентрированный козин, то есть, ещё более вредные продукты. Но есть ещё одна беда, которая возникает в результате закисляющего воздействия вот этого белка козина, и вообще любой белок высокомолекулярный, вообще азотистые основания, это азот, ну азотная кислота, вспомните, это сильный закислитель. А организм у нас существует в пределах реакции, называется норма реакции. Это предел, в которых существует данный признак. В данном случае я говорю о водородном показателе, ОПАШ. У нас кровь щелочная, 7,43 в среднем, лимфатическая система, спинномозговая жидкость. Все среды нашего организма щелочные априори, просто по методу измерения, это ясно. Кроме, значит, желудочного сока он кислый, на то есть определенные причины. Так вот, и вот закисляющий излишний воздействие белка, животные белки всегда страшные закислители, требуется щелочь на реакцию, для того, чтобы вот эти окислительные восстанительные реакции привести в норму, чтобы в щелочную сторону. И вот тогда берется что? Из того же самого молока организма наш мудрый берется первым делом кальций. А кальций как раз вот к тому, это разговоры, что врачи, диетологи, многие говорят, очень полезно молоко, потому что там кальций, а кальций нужен детям, чтобы кости росли, так сказать, чтобы организм рос, и чтобы не было остеопороза. Как раз в тех странах, где исторически молочное животноводство развито более всего, в Швеции, Норвегии, Дании, самый высокий процент остеопороза среди населения. И это потому происходит, объясняю сейчас, что да, кальций в молоке много, но его всегда не хватит, если человек будет потреблять молоко и молочные продукты, именно потому, что весь этот кальций, как щелочной металл, как щелочной элемент, уйдет на реакцию восстановления, то есть гашения излишней кислотности, которая возникла в результате потребления белка козина, который находится в том же молоке. Организм мудрый, он сразу возьмет из того же продукта, но этого кальция не хватит в 3-4 раза. И поэтому остальные щелочные металлы, это может быть и натрий, и магний, возьмутся оттуда, ну, из организма возьмут, или из пищи, если человек, дай бог, что-то еще съел, что содержит эти элементы. Но современный человек мало ест живой растительной пищи, а в основном вареной, жареной или вот молочной и животной продукции, к сожалению. А вот стоп. Извините, у меня что-то прошло. Сейчас, кстати, правда только. Нет, все, 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 все. Это нормально, не надо перезаписать? Нет, нет, нет. Вообще начать. Не, не, не в этом дело, а в том, что я говорил, нормально все? Нет, да, да, да. Продолжаем, да? Да, вот скажите, пожалуйста, немножко поподробнее об антигенах. Вообще, что это такое? Ну, скажем, чтобы зрителю нашему было понятно. И вообще, в принципе, как они появляются в нашем организме именно из-за молока, если правильно. Антигены это чужеродные белки. Ведь белок, конечный, сложный белок, который синтезируется в каждой клетке нашего организма, кто хорошо учился в школе должен помнить, что у нас есть такие органеллы, в каждой клетке рибосомы. Там происходит сборка белка, называется биосинтез белка. Поэтому нам, организму нашему, как любому животному, белки вообще не нужны. Нам нужны аминокислоты. Потому что любой белок, какой бы мы ни съели, животное, растительное, он должен, пройдя через пищеварительную систему, доразобраться, до аминокислот, до составных кирпичиков. И потом уже эти аминокислоты всасываются в кровь, как должно быть. Проходят через кровь, там в печень идёт, потому что 80% идёт крови сразу из тонкого кишечка в печень. Это главная лаборатория наша. Она и строит белки, синтезирует. Она разбирает белки. Кстати, существует круговорот белка, такая рециркуляция белка в организме за счёт уникальных функций печени. Если она, конечно, здоровая, это другой вопрос. И антигенами становятся те белки, которые цельными попали в организм. Это может быть, ещё раз говорю, вирус. Да, попал. Вот какой-нибудь герпес, там вирус, там гриппа, там и прочее. Это может быть бактерии, грибки. И вот это белковые составляющие. Но белки специфические, которые чужеродные организму, не наш организм их построил, да? И вот на них всегда есть реакция в свой-чужей. Даже резус-фактор вспомните. У одного человека резус, так сказать, отличается положительный, отрицательный уже идёт реакция и разрушение крови, вплоть до смерти может привести, так сказать, если меры срочные не принять. Так вот, белки любые, чужеродные нашему организму, они вредны. И организм воспринимает иммунная система, так уж природа устроила их, как чужеродные вредные агенты, которые надо уничтожить. И сразу вырабатываются антитела. Наши родные клетки, защитные иммунные системы, там, лейкоциты, проще, т-лимфоциты, которые начинают путём фагоцитоза, то есть пожирания, поглощать. Они находят эти белки в организме, уничтожают их, поедают, просто охотятся за ними. И, значит, потом дальше наш организм должен вывести эти яды как-то из организма. Но, к сожалению, с большого количества употребления неестественного, большого количества вот этих белков высокомолекулярных, организм наш вывести полностью, к сожалению, не может. А эти антитела, я так понимаю, не появляются, допустим, у человека, если выпил стакан молока. Как реакция? То есть, скажем так, какие последствия вообще могут такие антитела вызывать, если, допустим, у человека организм, допустим, ослабленный мунитет, либо ещё что-то, недостаточно хорошо борются. Вот, что, вот, к чему могут привести такие антитела? Если большое количество вот этих антигенов в виде белков, высокомолекулярных, попало в организм, то тогда организм в большом количестве вынужден вырабатывать вот эти клетки, защитные антитела, к ним, к антигенам. Идёт реакция уничтожения антителами, антигенов. И в большом количестве в организме гниют вот эти белки, погибшие, да, и образуется вот этот трупный яд, токсины, потрясыны, различные яды, которые потом частично выводятся из организма, частично откладываются в виде дегидрированных каловых камней в толстом кишечнике, забивая, кстати, складки вот этого кишечника толстого и те самые сосочки лимфатические. А лимфа – это канализация нашего организма, это единственная возможность очистить, да, всё, весь организм, начиная с межклеточного пространства до, так сказать, всего организма. Вот всё начинается с межклеточного пространства и часть лимфатической системы выходит и должна выводить свои яды, вот эти токсины, отработанные, да, продукты метаболизма в складки толстого кишечника, там, через специальные такие сосочки. Но это у большинства людей не получается сделать, потому что там уже дегидрированные каловые камни забиты, слизь, проросшие грибы, мицелии, кандиды и так далее вот на колоноскопии, это хорошо видно почти каждого первого человека. Потому что неправильный образ жизни, питание, главное, привело к тому, что не могут выводиться вот такое количество ядов из организма, они накапливаются и причём ещё накапливаются в любых полостях. Это и проблемы с лёгкими, это мокроты, это, так сказать, гной, который в организме в виде соплей выходит, так сказать, в виде, накапливается в гайморовых пазухах и других и так далее, и так далее. То есть, а может ли быть из-за таких антигенов, из-за последствий борьбы с ними организм, может ли какие-то ну прям ужасные последствия, фатальные, то есть, такие, что какие-то органы могут отказать, либо ещё что-то. Такое может случиться? Значит, любые высокомолекулярные белки, вот эти антигены, приводят к тому, что постоянная вот эта борьба настолько ослабевает организм, настолько яды, которые в результате этой реакции организм образуются, они травят, что постепенно клетки меняют при отделении к делению правильность процессов передачи наследственной информации, впрочем, возникают, так называемые, преобразуются в онкологические раковые клетки. То есть, рак, то есть, грубо говоря, люди, которые употребляют мясо, молоко, творог, сыр, они, ну, практически неизбежно умрут от рака, если раньше только они не умрут от инсульта, инфаркта или других более быстрых, так сказать, вот этих вот процессов, которые неотратимы, приведут к смерти раньше, чем человек бы умер от конечной стадии нарушения вот деления клетки в результате воздействия вот этих антигенов. А вот что касательно холестерина, вот известно, что в жареном мясе его очень много, врачи не рекомендуют, есть, ну, тем, у кого проблемы с сердцем, много жареного мяса, в принципе, жареную пищу тоже говорят, холестерин, холестерин, холестерин. А в молоке это содержится, потому что холестерин это животный жир, да, вот если молоко это продукт животного происхождения, то жир, который там находится, называется холестерином, это естественно, он там содержится. Но проблема не в том, сам холестерин на самом деле не так опасен и вообще не опасен. Проблема в другой, окисленный холестерин, вот это совсем другое дело. Как природа предусмотрела, как теленок, ягненок, там, зайчонок, ребенок человеческий, как пьет молоко, сосет. Связи с кислородом нет, А жир растворяется, то есть, окисляется на воздухе в 9 раз быстрее, чем в воде. И это моментально происходит. Когда доярка всего лишь вот дергает, как говорится, завыми, и струйка молока в бидон льется, уже происходит частичное окисление холестерина. То есть, вот, и тогда образуются гидротированные такой, вернее, гидропероксид липида, молекулы. Вот они называются гидропероксиды липиды. Это тяжелые свободные радикалы, это мощные мутагены. А любые свободные радикалы, мутагены, в частности, тоже приводят к раку, естественно. Вот, поэтому окисленный холестерин природа не предусмотрела потреблять вовсе. Если потребляет человек, ребенок, молоко естественным путем, он сосет, как природа предусмотрела. Маленький ребенок сиську у мамы сосет. Но если пьет молоко, которое уже на воздухе, там, 100 раз побывало, ну, понятно, в процессе производства и так далее, то это уже окисленный холестерин. Вот те самые молекулы гидропероксид липида, которые являются мощными мутагенами, которые приводят, конечно, тоже к раку. Это очень вредно. Что касается лактозы в молоке, вообще, скажем так, ну, вкратце, что это такое и какие вредные последствия от нее могут быть? Когда говорят, вот, медикам среди диетологов, медики говорят про вред молока, они всего лишь, как правило, имеют в виду только вот ту самую пресловутую лактозу, то есть тот самый дисахарид, молочный сахар, который содержится в молоке. И говорят, потому что есть у некоторых людей непереносимость молока, имея в виду как раз лактозу, что нет фермента лактаза или его мало, недостаточно. И тогда у некоторых людей дисбактериоз, понос и так далее. То есть такое примитивное понимание проблемы. Это не проблема, это разве проблема? Проблема в другом. Что дисахарид лактоза состоит при, когда он все-таки расщепляется на два моносахарида, простых сахара, глюкозу и галактозу, а это все равно происходит в той или иной степени, то проблема в другом. Галактоза, то есть глюкоза, она усвоится и никаких проблем не будет. А вот галактоза не только не усвоится, она никогда в жизни не выводится из организма. То есть практически. Это возможно, но это очень сложно, этого добиться. И галактоза будет откладываться в виде целлюлита на бедрах, особенно у женщин, где нарушен и липидный обмен, и кровоток нарушен. На суставах артрита, артроза, тех самых бабушек, вспомните, любящих молоко, свое родное, экологически чистое, 50-40 лет назад, неважно, в деревне. Вот такие вот скрюченные пальцы, шишками, это как раз галактоза. Это хрусталик, глаза, катаракта. Это проблема именно с галактозой. И на то есть колоссальное количество научных данных, работ, начиная с 50-60-х годов, в ведущих журналах, мировых медикал и так далее. Это можно все внимательно посмотреть и изучить, кто будет интересоваться этим вопросом подробнее. А вот что касательно тяжелых металлов, которые могут выдать молоко в виде испарения, допустим, на заводе, если это молоко производят? И вообще, в принципе, какие тяжелые металлы могут быть в молоке, и как они туда попадают, и какой, естественно, вред они несут? Очень хороший вопрос насчет тяжелых металлов. Во-первых, коровы пасутся, часто мы видим это на дорогах, около дорог, не то что в зоне видимости, а вот буквально там 10 метров, где машин поток, а это все тяжелые металлы. И свинец, и все, все это идет в почву, в траву, и все это в воду, и коровы это едят и пьют, и, соответственно, в их организме накапливаются тяжелые металлы, человек это ест, пьет в виде молока, это страшное дело. Плюс к тому, значит, хранят и переливают, как правило, в алюминиевые фляги, а это страшно вредно, потому что, например, рак мозга, болезнь Альцгеймера, у нас, ну, на процентов там 80-90, я имею в виду, по крайней мере, болезнь Альцгеймера, именно из-за вот этих ионов алюминия, которые накапливаются в головном мозге, и возникают очень серьезные вот такие изменения, вплоть до онкологии, то есть, и так далее. Вот это очень вредно, потому что тяжелые металлы в молоке в наше время, поскольку и материалы, применяемые для перевозки, не лучшие, это в лучшем случае нержавеющая сталь, но далеко не все это используют, да, хотя и нержавеющая сталь имеет ряд своих проблем, потому что в составе есть другие металлы, которые очень вредны, которые все-таки ионы которых выходят в жидкости и в молоко в частности. А вообще, насколько много, скажем так, вот этих тяжелых металлов может находиться, и как часто человеку вот надо пить молоко, чтобы он, ну, на нем это отразилось, чтобы в его организме это начал накапливать? Все зависит от концентрации, потому что может быть действительно в одном литре там в десятки раз превышать норму определенную, или наоборот быть ниже нормы, да, критической, но это все зависит как раз от условий хранения, от долгого нахождения в алюминиевых флягах, если это есть, от температуры нахождения, чем выше температура, тем больше ионов металла выходит молоко, да, или если уж коровы пасутся в неблагоприятных экологических зонах, так это тогда такое молоко вовсе пить нельзя, но по большому счету уже даже там один-два раза в неделю это уже много для такого молока, слишком много. А вот как-то человеку можно понять, сколько содержит тяжелых металлов, или это то, что даже производитель с трудом скажет, сколько у него, допустим, литр его молока может содержаться от тяжелых металлов? Простой человек никак это не поймет и не померит, потому что это сложное лабораторное оборудование, которое можно произвести замеры только в специальных лабораториях. Не все производства, далеко не все обладают этим, даже имеют это оборудование, и не все, конечно, сдают. А потом, если сдают, то делают такие хитрости часто, когда, например, корова стада, оно пасется далеко от дорог, берут оттуда замеры, а они знают откуда уже где, да, показать в лабораториях или проверяющей инстанции, а на самом деле могут взять откуда угодно.